Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в формате передачи актуальное интервью у нас в студии руководитель пенсионного фонда Елена Вострецова. Хотелось бы, Елена Михайловна, начать с того, что как у нас прожит год, вроде все в пенсионной системе сегодня, ну, хотелось бы так думать, отлажено, ну, по крайней мере, отлажено главное, то есть пенсия доставляется в срок, в полном объеме, и как бы в году обещанное повышение произошло, кто-то получает пенсию на карточку, да, кому-то носят доставщики общества с ограниченной ответственностью содействия, да, ну, другие, может быть, есть такие, кто и сам приходит и получает, кому это удобно, я не знаю, на кассу содействия, на кассу содействия, да, есть и такие, то есть вот в будущем году все это, наверное, так и будет происходить, да, вот вы можете выделить сегодня какие-то моменты, которые были для вас, ну, может быть, трудными, может быть, новыми, вот с чем вы финишируете? Ну, самое главное, это, конечно, изменения в пенсионном законодательстве с 1 января 2019 года, это, конечно, очень неприятное решение, принятое Государственной Думой, принят закон об увеличении возраста выхода на пенсию, это уже все поняли, но, тем не менее, надо повториться, то есть у нас увеличение возраста выхода на пенсию, мужчины увеличивается на 5 лет с 60 до 65 лет, женщины тоже на 5 лет с 55 лет до 50. Ну, во всяком случае, хорошо, что хотя бы это будет постепенное увеличение, да? По этапным переходам в течение 5 лет, поэтому, конечно, вот достаточно тяжелый этап начинается с 1 января 2019 года, конечно, тут и психологический момент есть, тут, конечно, есть момент, и все-таки люди начинают получать пенсию, кто-то принимает решение, например, не работать, какие-то, может быть, есть, ну, самочувствие, может быть, не очень, может быть, надо кому-то с внуками позаниматься, детям порешать. Тут, конечно, планы людей меняются, еще плюсом ко всему, еще меняются и планы. Да, вот этот жизненный настрой, который был отлажен, казалось бы, да, и вдруг вот такие вот события. Да, конечно, тяжелый момент, тяжелый, и мы, конечно, пока вот только это все обсуждаем, потому что начинается жизнь с 1 января 2019 года, вот с этими новыми условиями. Конечно, предусмотрены льготы для предпенсионеров, да, предпенсионеры, это у нас новое понятие, которое введено с 1 января 2019 года. Если так упростить, понятие предпенсионера, это за 5 лет до выхода на пенсию. Но, опять же, мы понимаем, что на следующий год будет сдвижка идти на полгода, и, соответственно, вот понятие предпенсионера, оно, наверное, не в полном объеме еще будет задействовано. Люди, уходящие на пенсию в 2020 году, будут уходить на год и на полгода, то есть на полтора года. То есть, проще сказать, женщины 1964 года рождения пойдут на пенсию, начиная со второго полугодия 2019 года, со сдвижкой на полгода. То есть, вот эти 5 лет, за эти 5 лет подвижек будет, получается, много, да, несколько. Много, много, да. Вот, сейчас детали мы как бы это не будем проговорить, потому что это будет не очень понятно. Но вот, по крайней мере, 2019 год выхода на пенсию, 2020 год, люди, получается, будут уходить в 2020 году, это 2019 год, и в 2021 году, это 2020 год, который будет переходить еще на 2022. Ну, это, конечно, все будет у нас идти уже вот по жизни, пошагово, вот у человека будет день рождения, например. Ну, вот у нас есть люди, которые родились 1 января 2019 года. Понимаете, вот, наверное, это самое обидное в какой-то степени дата рождения. Они будут уходить 1 июля 2019 года. Но все-таки надо обязательно сказать, что у нас есть категория людей, которые могут выйти раньше, чем вот именно понятие возраста. Это у нас люди, имеющие большой стаж, 42 года трудового стажа — это мужчины, и 37 лет трудового стажа — это женщины. Также у нас к этой категории, ну, можно ли назвать ее льготной в какой-то степени, да, но с сокращением вот этих 5 лет будут выходить женщины. Если 4 ребенка, будет женщина выходить в 56 лет, если трое детей, то женщина будет выходить в 57 лет. И у нас еще остается понятие досрочных пенсий — это льготный стаж, список 1-2. Там тоже будет идти снижение возраста. Но, конечно, вот это надо все четко понимать, что это должно быть, в общем-то, в индивидуальном режиме. Так как в пенсионном фонде имеются не все документы. Нет, например, если мы говорим про список 1-2, то это уточняющие справки. То есть мы не можем вот так вот сразу, например, посмотрев на человека, определить ему, когда он пойдет на пенсию. То есть нам необходимо посмотреть трудовую книжку, уточняющие справки. Если это женщина, то должны быть свидетельства о рождении детей. У нас этих документов нет. Поэтому, конечно, все это, в принципе, будет идти в индивидуальном порядке. И мы так понимаем, что вот у нас, особенно первые полгода 2019 года, именно, вот если так можно выразиться, правовые вопросы, то есть определение понятия права выхода на пенсию, конечно, это все будет, ну, наверное, все-таки в режиме реального времени. Ну, многие, наверное, определили для себя уже, посчитали, просто потому что это интересно, любопытно. Ну, не столько молодым, сколько людям зрелого возраста. Да, и даже не то, что интересно любопытство, у кого-то это вообще насущная необходимость. Да. Да ведь? Ну, и в каждом конкретном случае, вероятно, лучше всего обратиться к вам, чтобы вы и на человека посмотрели, главное, посмотрели на его биографические данные. Где работал, сколько, какой стаж, насколько он, этот стаж был, допустим, там, горячим. А вот, кстати, педагогические работники, медицинские работники, остается у них вот эта льготная пенсия? Остается, остается, остается. То есть по выслуге лет она тоже остается, там, в зависимости, вот у нас есть 25 лет сельский стаж, 30 лет это у нас городской стаж. Но, опять же, говорю, если мы вот сейчас вот про это будем говорить, очень много деталей. Да, не стоит, чтобы не заботиться. Это как в индивидуальном порядке, по каждому человеку, каждый человек сам все равно про себя знает, на каком должности он работает, есть ли вредность на этом производстве. То есть все равно каждый понимает, что в перспективе его ждет. И, конечно, все равно люди, в принципе, к нам и обращаются за консультацией. У нас консультация идет в шестой кабинет, люди уже знают этот кабинет, они приходят с трудовыми книжками, конечно, быстро не получится это все просчитать, но все равно работаем. Но, конечно, вот люди уже обращаются. У некоторых не хватает совсем немножко, например, до 42 лет. Прям вот, прям много. До обидного немножко. Ну, тут уже не в вашей власти. Ну, в какой-то степени, конечно, будем отрабатывать, какие-то, может быть, запросы будем делать. Но, опять же, повторюсь, что все равно получается здесь индивидуальный режим работы. Если человек здоров и еще полон энергии, можно добрать? Можно доработать, можно доработать, можно доработать. То есть такая возможность, если оно учитывается в итоге. Да, да, конечно, можно доработать. Это, в принципе, все как бы, ну, как сказать, решается, не решается. Иногда это и не решается. Ну, обсуждается, по крайней мере. Но если есть возможность, то это все решается, да. Вот, опять же, получается, все равно индивидуальный характер в зависимости от трудового, от жизни каждого человека. Ну, как считаете, может быть, все-таки вот, вроде, может быть, через пять лет это встанет уже на рельсы и пойдет легче. То есть люди уже привыкнут. И если не будет новой пенсионной реформы. Потому что задумывается, уже слышала я такое, что баллы уже, как бы, может быть, и не то, что изжили, но не всем нравятся. Я имею в виду из представителей властных структур. И есть такое, что это сейчас снова обсуждается. Понятие баллов, и, наверное, неправильно, если мы их обойдем. Потому что на сегодняшний день ведь все хотят получать пенсию и хотят получать пенсию-то хорошую, то есть побольше, да. Мы же еще не забываем. Это естественное желание каждого, да. Поэтому, когда мы говорим про баллы, это надо четко понимать, что это у нас как раз размер пенсии. Что касается бальной системы. Бальная система у нас вошла в жизнь в 2015 году. Это изменение формулы расчета пенсии. Она достаточно сложная на слух. И когда вот она запускалась, вот эта вот новая формула, бальная система, даже мы, вот все равно же мы, как бы хотим людям тоже объяснить попроще, чтобы они поняли. Ну, был определенный страх, как же все-таки это будет в жизни. В итоге оказалось, что это достаточно, вот по практике, если смотреть, то это достаточно, в общем-то, ну, несложно, скажем так. Может быть, не просто, но это несложно. То есть у нас есть понятие стоимости балла. На сегодняшний день стоимость балла составляет 81 рубль. Сегодняшний день — это 2018 год. Стоимость балла на 2019 год уже известна. Она составляет 87 рублей. Мы сегодня являемся потребителями государственных услуг в электронном виде. Сегодня все структуры абсолютно переходят на взаимодействие с людьми, получающими эти услуги. Услуги именно государственные. Это, ну, просто сказать, это получение паспорта и, например, права у мужчины. Вот сегодня эти две структуры работают только в электронном виде. Пенсионный фонд, так как мы являемся тоже государственными услугами, люди у нас получают государственные услуги, пенсионный фонд тоже подключен именно, скажем так, вот сайт госуслуг. Если человек имеет пароль, а сегодня у нас уже практически 80% населения имеет пароль на сайте госуслуг, по этому паролю можно зайти в личный кабинет пенсионного фонда, сформировать выписку с лицевого счета. И когда формируешь выписку с лицевого счета, у тебя сразу вот на первой странице есть количество баллов. Количество баллов умножаем на стоимость балла, то есть элементарное арифметическое действие. Сегодня все пользуются калькуляторами, это даже не надо делать в уме, это все, всю процедуру. То есть количество баллов мы умножаем на стоимость балла, и мы получаем размер страховой пенсии. Прибавляем к ней размер фиксированной выплаты, и мы получаем чистый размер пенсии, если бы я получала его сейчас. Там какие-то погрешности тоже, наверное? Они очень небольшие. Несключительно. Прямо вот практически есть какая-то разница, но она совсем минимальная. И, в общем-то, на самом деле, вот сейчас люди, вот мы начинаем людям объяснить вот это все, особенно те, кто побывали на сайте госуслуг в личном кабинете, ну, конечно, это молодые люди. Понятно, что молодежь не боится ни интернета, ни компьютера, это все им легко. Ну, во всяком случае, надо сказать, что это не так сложно, как кажется. Да, но дело в том, что вот сегодня мы уже говорим про то, что население даже, скажем, лет 60, те, которые любят уже и поняли сайты одноклассников, которые читают новости в интернете, которые вот победили вот этот привычный страх, уже реально люди приходят и уже понимают, что такое пароль на сайте госуслуг. Они уже могут туда заходить, они уже поняли, как это делается. Да, они счета оплачивают. Да, да. И много чего. То есть даже для них сегодня, не для всего населения, я имею в виду, что это считается сложным. Есть категория, которые даже уже это, в общем-то, поняли, и этим всем пользуются. А что касается молодых, у которых эти баллы накапливаются, то есть человек отработал год, баллы накопились, и он может отследить у себя вот это количество баллов. Кстати, промежуточные итоги. Ежегодно, да. У него прирастает вот это количество баллов, прирастает, а стоимость балла, она тоже в открытом доступе, это все есть. Поэтому это, в общем-то, несложно. На следующий год, я повторяюсь, стоимость балла 87 рублей, в этом году 81 рублей. И зависит она еще раз от чего? И вот мы сейчас пришли к ключевому вопросу, что не нравится, например, нашим законодателям по баллам. Законодателям не нравится конкретно, что входит в стоимость балла. Откуда берется размер балла 81 рубль или 87? То есть законодатель хочет более четко прописать стоимость балла, откуда пошел этот размер. То есть эти изменения, я так думаю, что они будут. И посмотрим, как это будет все прописано. Я пока комментировать не буду это, потому что действительно вот мы имеем стоимость балла. Но на следующий год, я думаю, что это будет прописано. И из чего складывается эта стоимость балла? Понятно, что это экономическая величина. Понятно, что она, скажем так, в макроэкономических показателях деятельности страны. Эти показатели, конечно, они не с потолка в какой-то степени взялись. Поэтому подождем, увидим. И поэтому не нравится не сам балл, а не нравится именно из чего он состоит. Тогда мы увидим, да, не только общую сумму, но и увидим, откуда она вышла. А вообще сама по себе бальная система, вот именно если так вот на нее смотреть, она достаточно удобна. Давайте поговорим о том, что нас ждет в будущем. То есть с 1 января, как было продекларировано, пенсионеры получат, как было сказано и Татьяной Голиковой, прибавку к пенсии ежемесячно, как насколько я поняла, тысячу рублей. Но потом вдруг стало обсуждаться, что это будет не тысяча, как оказалось, какая-то фиксированная сумма, которая вот от чего-то будет зависеть. Скорее всего, как я понимаю, от размера пенсии каждого пенсионера. Да, вот прокомментируйте вот это. Вот сколько мы все-таки, чего нам ждать и кому ждать, и работающим чего ждать, и чего ждать неработающим пенсионерам в будущем году. Да, действительно были проговорены вот некая сумма в тысячу рублей. Как бы, ну как, я как потребитель, как и все остальные, то есть я тоже смотрю телевизор, и я действительно это слышала, да. Но это были только законопроекты, это же было у нас проговорено ближе к лету, да, была вся ситуация, до лета, весна. И на сегодняшний день мы имеем уже закон. То есть вот на сегодняшний день это получилось в законе суммы индексации, пенсии, которая у нас произведется с 1 января 2019 года. Сумма индексации пенсии на 2019 год составляет 7,05%. 7,05% от процента. И, конечно, индексация производится на весь размер пенсии. Сразу оговорюсь, что норма по работающим пенсионерам не индексировать сумму, она остается, эта норма. То есть если мы говорим про 7,05% это касается только неработающих пенсионеров. Откуда взялась эта цифра 7,05%? Ну, эта цифра должна... Это уже к тысяче, они ее как-то приблизили. Да, ну, как сказать, вот все-таки если мы говорим про индексацию, то мы должны понимать, что есть размер пенсии. То есть индексация идет к размеру пенсии. И она у нас сегодня, в общем-то, разная. Разбег сегодня пенсии очень большой. У нас есть сегодня полторы тысячи пенсионеров по сухому логу из 15,500. На сегодняшний день у нас по городскому округу сухой лог количество пенсионеров 15,500. Из них полторы тысячи получают пенсию ниже прожиточного минимума. Сразу надо сказать, что у нас прожиточных минимумов несколько. У нас есть областные прожиточные минимумы и есть федеральные прожиточные минимумы. Так вот, федеральный прожиточный минимум у нас этих людей, получающих пенсию, составляет ниже, вернее, полторы тысячи человек. Если мы, вот в этом пределе, там тоже размер пенсии разнится. То есть есть размер пенсии 8-800, а есть размер пенсии 6-600, а есть размер пенсии 2-300, а есть размер пенсии 2-700, есть и такие. Конечно, в этих полутора тысячах у нас количество большой детей, получающих пенсию по потере кормильца. Потому что, как правило, кормильцы умирают все-таки в молодом возрасте, потому что дети получают до 18 лет. Соответственно, как правило, это дети, до 18 лет это дети. Это как пособие, поддержка. Соответственно, родители умирают в молодом возрасте, они не успевают накопить свои пенсионные права. В силу объективных причин, то есть нет ни заработка, нет ни стажа. И этим детям назначается социальная пенсия. Социальная пенсия, естественно, она ниже прожиточного минимума. И вот в это количество, полутора-полторы тысячи, как раз большое количество входит именно детей. Но есть люди, которые получают и трудовую пенсию маленького размера. У нас есть люди, которые вообще не могут выйти на пенсию, у которых нет вообще ни одного дня стажа. Соответственно, нет и заработка. То есть у этого человека нет права вообще на пенсию. Сразу скажу, что по этой категории людей всегда назначалась социальная пенсия. То есть если мы говорили про старый возраст, если так можно выразиться, старый возраст выхода на пенсию — это 55 лет женщины, 60 лет мужчины, то социальная пенсия назначалась женщинам в 60 лет, мужчинам в 65. Она им назначалась вот тоже, в принципе, в размере ниже, чем прожиточный минимум. Но эти люди никогда не работали, просто никогда не работали. Вот по этим людям... Или, может быть, работали, но без оформления, получается? Может быть, без оформления. Может быть, вот у них есть, например, год стажа или два года стажа. Которые практически ничего не решают. На сегодняшний день это недостаточно, потому что на следующий год это должно быть 9 лет стажа, хотя бы минимум. Для социальной пенсии? Для трудовой. Для трудовой. Для трудовой, да. Для социальной, получается, там вообще ничего не надо, но там идет сдвижка на 5 лет. А вот по этой категории людей вот это сдвижение по возрасту, оно тоже остается. Соответственно, вот не учитывая переходный период, люди, у которых нет ни стажа, ни заработка, им будет назначена социальная пенсия женщинам в 65, мужчинам в 70. Вот. Соответственно, вот у нас вот в эту категорию в полторы тысячи у нас вот входят, вот повторюсь еще раз, дети, получающие пенсии по потере кормильца, и люди, которые не имеют ни стажа, ни заработка, либо имеют его недостаточно. Также у нас в эту категорию могут попасть люди, которые работали санитарками, нянечками с низким размером заработной платы, у кого очень низкий коэффициент. Также надо обязательно сказать, что сюда же и попадают люди, которые, например, с 2002 года не работали нигде, у них нет страховых взносов. Вот они могли в советский период поработать, но вот в силу разных обстоятельств с 2002 года они не работали, у них нет страховых взносов, у них тоже идет на снижение всегда размер пенсии, и они тоже вот в эту категорию попадают. Поэтому так вот огульно сказать, например, что неработи, ну, наверное, это не ко всем это относится. Есть действительно категории, которые вот, ну, действительно с низким размером. Поэтому вот для поддержания, скажем так, ну, какого-то уровня жизни, вот это идет федеральная социальная доплата. Размер федеральной социальной доплаты на 2019 год составляет, вернее, общий размер получаемой пенсии и федеральной социальной доплаты составляет 8 846 рублей. Еще раз повторюсь, это федеральный прожиточный минимум, это не областной, областной выше. Соответственно, кто ниже вот этого размера получает, у человека происходит добавка. Ну, вот сложные вещи проговариваю, но они обязательны. Сюда же входит получение каких-то иных видов выплат. Вот 8 846 с 2019 года входит получение выплат, а именно компенсации по ЖКХ, субсидии по ЖКХ. Кому-то добавляется выплата по линии социальной политики, по управлению социальной политики. Вот эти все виды выплат, они сюда включаются, и берется вот полный набор получаемых услуг. То есть это пенсии, ЖКХ, какие-то льготные, если есть выплаты. И общий размер должен быть 8 846. Если он не получается, то назначается федеральная социальная доплата. То, что называется социальная защита. Да. Грубо говоря, вот у нас полторы тысячи. Почему так долго я про это говорю? Потому что у нас по этой категории не получится тысячи. Потому что мы, когда 7% умножим, например, на размер пенсии, которая 5 500, то мы с вами получим даже 500 рублей мы не будем иметь. А тысяча получается, когда размер пенсии составляет примерно 13 700. То есть от 13 700 мы получим искомую тысячу, если мы умножим размер пенсии на 7,05%. Средний размер пенсии по сухому логу составляет 13 200 рублей. В средней. То есть сказать, что у нас вот в эту категорию мало людей попадает, у которых 13 700, мы тоже не можем сказать. Это получается за минусом полутора тысяч все остальные попадут? Ну тоже не попадут на тысячу. Если, например, 13 тысяч пенсия, то получается 930 рублей. Но близко к этому, по всякому случаю. Но близко к этому, да. Единственное, что сказать, что вот по практике 7% индексации, в общем-то, это неплохой размер. Потому что действительно подтягивается, ну, 800 рублей размер пенсии, 900 рублей, тысяча. Понятно, что если у кого 14 тысяч и выше пенсии, у них уже и больше этой. Такие люди тоже есть у нас в городском округе, их тоже немало. Потому что за счет индексации эта пенсия постоянно подтягивается. Опять же, если мы говорим про работающих пенсионеров, у них в каждый год в августе происходит беззаявительный перерасчет. Он ограничен тремя баллами. В этом году он составил 230 рублей. Больше нельзя. Но дело в том, что если вот, например, человек на пенсии работает 5 лет, продолжает, то все равно накапливается. То есть в этом году 230, в следующем году 230, опять там... Ну, ежегодно вот. То все равно подтягивается, плюс индексация на эти деньги накладывается. Там тоже ведь от размера? Или 230 это фиксированное для работающих? Нет, нет. Или она тоже как-то зависит от размера? Она от суммы страховых взносов, которые у нас завязаны на уровне заработной платы. Ограничение, конечно, получается, у нас бьет по тем, кто большую заработную плату получает. Потому что ограничивается. А если, скажем так, опять же, мы к малополучаемой категории идем, опять же, вот, ну, опять же, ну вот, хотя сейчас, говорят, санитарки, в общем-то, подтянули заработную плату. Да, 33, по-моему, сегодня тысячи. Да, да. Может быть, они как раз в эту категорию не попадают. Но у нас есть люди, которые, например, работают, ну, сторожами, да, ну, на минимальную заработную плату. То, может быть, у них и не 230 рублей, например, а 180 рублей добавка. Так, а второе увеличение в 2019 году для неработающих? Вот, получается, у нас индексация пенсии с 1 января 2019 года. Затем беззаявительный перерасчет по работающим пенсионерам, это с августа месяца, 3 балла ограничения остается. Ежегодно в августе. Ну, опять же, получается, что у нас где-то цифра, ну, чаще всего, что она даже у всех примерно одинаковая идет. Затем у нас будет увеличение социальных пенсий и ЕДВ, это у нас в апреле месяце. Ну, и вот практически все планы на 2019 год вот такие. Больше ничего не будет. С 1 октября ничего у нас не ждет. А оно ведь и по закону не предусмотрено. У нас раньше было разделение с 1 февраля и с 1 апреля. Вот уже два года мы выходим на индексацию пенсию с 1 января. Но в какой-то степени, получается, вперед идет. Ну, в общем-то, это как бы в пользу человека, да. Если вот еще по планам говорить индексации на 20-й, на 21-й год, уже проговорена индексация на 2019-й год, это у нас 6,6% индексации пенсии. И на 2021 год это у нас 6,3% индексации пенсии. То есть это уже известные цифры. Уже цифры известные. Конечно, она может подкорректироваться, но я думаю, что в пределах 6% она останется. Ну, и, в общем-то, 7% это у нас, ну, как заявлено, что все-таки на уровне инфляции или чуть выше. Конечно, 2018 год не закончился, уровень инфляции еще не определен. Но вот опять же повторяю, что 7% это, в общем-то, неплохая индексация пенсии. Ну, вот я воздерживаю себя, чтобы еще раз не сказать и не напомнить нашим телезрителям о том, что все-таки все, вернее, трудоустройство должно быть абсолютно договорное, чтобы у тебя была белая заработная плата, чтобы потом вот так вот не сидеть и не считать копейки и не ругать и страну, и себя, и жизнь вокруг, а быть довольным человеком все-таки, что я сделал все, да, и обеспечил себе старость. Когда-то в молодые годы даже люди, знаю, что пенсионный возраст работают без оформления сегодня, то есть их не интересует добавка, вот, живут одним днем как-то так. Ну, что сказать? Я не могу сказать, что размер пенсии сегодня большой. Это будет неправильно с моей стороны. Но вот если мы будем говорить вот про, скажем так, системность какую-то, конечно, люди, которые выходят на пенсию с цементного завода, что с нового, что со старого, если люди выходят с огнеупорного завода, если люди выходят даже со школ сегодня, педагоги, если все оформлено, и если действительно человек, в общем-то, имеет хороший трудовой стаж, если была белая заработная плата, то, ну, с натяжкой все-таки можно сказать, что достаточно размер пенсии, в общем-то, неплохой. Все равно это как раз выше 13 и 14. Если вот ниже вот этой цифры начинаешь смотреть, то стажа мало, то заработная плата, в общем-то, размер низкий, то страховых взносов мало. И я вот как-то не хочу здесь вот критикой заниматься людей, я не хочу даже это делать, но действительно приходит человек, говорит, у меня низкий размер пенсии, что можно сделать? Начинаем анализировать выписку. В выписке сегодня все зафиксировано у человека, вот про что я говорила на сайте госуслуг. Но действительно, смотрим, перерывы в работе, причем достаточно большие, страховые взносы, начинаешь говорить, ну вот смотрите, страховых взносов у вас, например, там всего, у нас ведь есть ситуации, всего 8 тысяч страховых взносов на лицевом счете. Опять же, если мы будем говорить про работников заводов, причем простая категория, именно рабочий класс, то там ведь на лицевом счете, я имею в виду слово там, как бы не очень красиво, но на лицевом счете у человека 600 тысяч накоплено, 700, я уж не говорю там по 800, по 900, но скажем так, 500-то тысяч, если человек ходит на достаточно простую работу, то 500 тысяч сегодня накоплено у очень большого количества людей. И когда ты смотришь и показываешь у человека, ну извините, вот у вас 8 тысяч, у некоторых 100 тысяч, но если мы делим на 20 лет и на 12 месяцев, то в остатке получается 200 рублей пенсии, 300 рублей пенсии, 600 рублей пенсии. Когда вот эти манипуляции проводишь, но человек, он же видит, у него же все наглядно, это достаточно прозрачно все. Ну вот, да, я знаю, что там я не был оформлен. Ну вот что я вот могу сказать? Ну, спасибо, Елена Михайловна. Я думаю, что мы определили, так сказать, пути развития пенсионной системы, да, и сказали, что чем знаменателен был год. Поэтому если у вас, уважаемые телезрители, остались еще вопросы к Елене Михайловне, Вастрецовой, то можете задавать их нам на наших ресурсах в интернете и непосредственно Елене Михайловне и вообще приходить в пенсионный фонд, да, и заранее выяснить, может быть, если у вас нет еще личного кабинета, то обзавестись им, да, это очень удобно. Да, у нас регистрация на сайте госуслуг специалистами пенсионного фонда производится. Это на самом деле хорошее дело, удобное. Могу на своем опыте сказать. До свидания, уважаемые телезрители. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok